доброе утро дорогие мои ну вот как всегда я андрей раздин с вами из майами и отвечаю на ваши вопросы погода у нас просто прекрасная океан теплый 29 градусов вода так что атмосфера хорошая единственно в моем доме стоит вот такой если вы видите снеговик он единственно мне напоминает россию но давайте сегодня поговорим сегодня оксана из города песчанокопск или станица песчанокопская ростовской области написала сегодня вопрос и спрашивает у меня андрей пожалуйста прокомментируйте кудряшов решил создать канал на ю тубе моей кумы светланы шатуновой принципе это правильное решение если бы это было действительно так то светлана как гражданка германии могла бы создать канал и часть поклонников которые были подписаны при жизни юрия шатунова обязательно бы ушли на ее канал но при одном условии если это будет вести канал не какие-то полупьяные шизофренички которые юрин канал вели и от юриного имени писали фанатам и общались с фанатами по команде кудряшова а юра заходил один раз в месяц иногда посматривал этот канал но на самом деле куча баб которые не обустроенные в жизни кроме злости там ничего не писали а фанатов просто водили в заблуждение поэтому хотелось бы чтобы светлана выступала также как я на своих каналах чтобы она общалась чтобы она говорила свои видения чтобы она естественно сообщала о жизни детей потому что это очень важно сегодня вот ну а те липовые решения вы заметьте у канале юра шатунова 2 миллиона подписчиков но вы там не найдете не белая роза не седая ночь не розовый ветер не лето не всех его шлягеров которые значит он исполнял почему вы их не найдете да по одной простой причине потому что их там нет и не будет потому что все давным давно зарегистрировано в конгрессе библиотеки сша а также охраняется авторским правом государством сша и задолго я начиная где-то с тринадцатого года все постепенно все фильмы все контенты выводил на эти площадки для того чтобы сохранить ласковый май столетиями я был прав потому что вы видите youtube перекрывают перекрывают социальные сети интернет будет чиститься еще долго и санкции продолжаются в отношении россии многие многие сегодня непосредственно артисты страдают потому что монетизации никакой нету и деньги никто не получает и поэтому юра стунов чтобы не закрыли его канал послушал правообладателей и убрал все песни поэтому канал практически пустой я считаю что это не очень хорошо поэтому если светлана не будет слушать этих сумасшедших пудресовских адвокатов которые только выкатывали деньги с юры и будет подчиняться мировым законам то естественно эти песни у нее появятся с разрешения правообладателей исполнение юры шатунова также все клипы и этот канал также и мы как правообладатели и я как ласковый май будем поддерживать ее вот ну а по поводу решений судов я посвящаю целую программу ближайшее время вы ее увидите на своих каналах на моих каналах где я подробно расскажу о продаже ласкового майя для чего это сделал почему я это сделал и также разъясню вам почему несмотря на то что они там выиграют какие-то суды липовые которые уже не признаются мировым сообществом и путин владимир владимирович вышел из всех мировых судов и не признает не арбитражи не по правам человека и вообще америка никогда не признавала решения судов российские поэтому все контракты я подписывал с правообладателями напрямую без всяких решений судов но для себя я закреплял решение суда это только для самоуспокоения поэтому если эти решения будут представлены youtube канал или будет регистрация в рау естественно с ними будут судиться уже в америке а будет арестовать их счета будет арестовать их активы и у них огромное количество америке активов поэтому это будет все арестовано потому что авторское право и патент охраняется в соединенных штатах америки на государственном уровне не так как у нас шарашкина контора общественная организация рау который не имеет никакого отношения к государству поэтому здесь все очень серьезно недавно я выиграл суд сотни тысяч долларов сейчас мы будем судиться с площадкой которая выпустила липовую певицу под названием ласковый май который представлялась с алиской и пела песни белые розы а также песни зарегистрированные соединенных штатах америки поэтому здесь будут большие штрафные санкции тоже на десятки и на сотни тысяч долларов поэтому здесь как-то приятно судиться почему потому что здесь хоть видишь сразу результат отсудил так отсудил несколько сотен тысяч долларов и уже легче как-то становится судиться в россии на протяжении 20 лет я выиграл 16 судов но практически никаких денег за это ничего не получил поэтому передал все права то государство которое охраняет во всем мире свои права если же светлана шатунова послушает этих проходимцев она уже дала доверенность им они там клепают всевозможные решения судов нарушение самого же российского законодательства подтаскивают мертвого юра шатунова к этим иском покойника и от имени покойника вешают это все на несовершеннолетних детей и если только эти решения будут представлены за рубежом естественно эмида относится мировая к этому как покушение на собственность американская собственность поэтому все кто принимал участие в этих решениях судов которые теоретически даже никакого закона закона нету и они никогда в принципе не победят но теоретически даже если они представят данное решение кто бы это ни был рау или светлана которые проживают германии то автоматически будут арестованы все счета и рау и все кто предъявит это решение липовое который не имеет никакой юридической силы как покушение на американскую собственность имейте ввиду судья который подписывает адвокат который участвует сам непосредственно человек от чего имени в данном случае от моей кумы и от детей также все кто принимал участие в этом решении которые значит подразумевает хищение у американского американской фирмы американского собственника его собственности путем нарушения законодательства и подделки документов в виде решений судов будет наказываться естественно все ну а если решение судов этих верховный суд оставит силе и конституционный суд куда я естественно буду обращаться то после этих всех инстанций естественно правообладатели будут обращаться уже не только в иск к тем кто предъявляет эти претензии америки не тот кто расхищает их собственность а к самому же государству российскому так как россия по правам человека и свс вышла поэтому эти иски будут предъявляться непосредственно российскому тоже государству потому что именем российской федерации нарушается их не же законодательство сроки давности заинтересованных лиц поэтому верховный суд должен внимательно почитать посмотреть эти жалобы была одна судья ставропольская которая сказала что это полное нарушение законодательства она вынесла особое мнение отказала но одна и та же судья пятигорского суда дважды продавила это решение поэтому уже решать вячеславу михайловичу лебедеву как дальше обстоит дела но я думаю что на ласково мая будет применена мировая практика к российскому государству по авторскому праву ну а так следите за моими эфирами всегда ваш андрей разин